Белорусский легкпром наращивает обороты. Объем отгрузки товаров за год вырос на 130%. На экспорт отправляется две трети продукции. В списке партнеров 50 стран. С переориентацией рынков стали больше поставлять в Россию, Казахстан, Армению, Турцию, Индию и Таджикистан. Только за 2022 потребность в наших тканях у Узбекистана выросла 8 раз. Впервые отгрузили текстиль в Гонконг и Сингапур. В стране продолжается активное обсуждение программы партии «Белая Русь». Главные ее постулаты – доступные бесплатные медицина и образование, защита материнства и детства, достойная оплата труда. Предложения можно внести на круглых столах, опросах и дискуссионных площадках. В Могилевской области их около 150. Учредительный съезд, напомним, пройдет в столице 18 марта. Наш регион представят 119 человек. В Беларуси официально разрешили менять свои ФИО на псевдоним, но при наличии уважительных причин. Это может быть неблагозвучность собственного имени, отчества или трудность их произношения, желание носить общую с другим супругом фамилию или вернуть добрачную, если об этом не было заявлено при разводе. Подать заявление в ЗАГС можно по достижению 16 лет. Услуга стоит 74 рубля. Нотариусы бесплатно проконсультируют белорусов 15 марта. Акция приурочена ко Дню Конституции. Обратиться можно лично или по телефону. Специалисты ответят на вопросы, которые связаны с оформлением наследственных прав, составлением завещаний, удостоверением брачных договоров, отчуждением недвижимости. С адресами и режимами работы контор можно ознакомиться на сайте Белорусской нотариальной палаты. В стране меняются правила приема в СУЗы и ПТУ. Раньше зачисление проходило либо по конкурсу среднего балла аттестатов, либо по результатам двух ЦТ, как, например, на медицинские специальности. Теперь многое зависит от первого документа. Местами отменяются и вступительные экзамены. Однако нововведение не касается спортивно-педагогической деятельности, физической культуры и творческих направлений.